Красный. Красный. Белый. Белый. Хорошо. Такая стимуляция развивает вестибулярный аппарат и улучшает координацию движений. Эту и многие другие методики используют в отделении «Мать и дитя» реабилитационного центра «Росинка». Вот уже несколько месяцев в поселке Новый Городок работает долгожданная организация. Здесь детям с ограниченными возможностями здоровья помогают пройти комплексную реабилитацию, а родителям получить необходимые навыки. Об итогах работы директор и сотрудники центра рассказали в рамках акции «Мы вместе». Пригласили всех неравнодушных, участвовавших в открытии отделения, в том числе инвесторов, представителей местной администрации и общественных организаций. Считаем, что репутационный центр детей инвалидов в Пщелковском муниципальном районе занимает достойное место среди других репутационных центров в Московской области, о чем сказал и губернатор Московской области Андрей Юрьевич Воробин. «Мы, конечно, очень рады, что на нашей территории, на территории Пщелковского муниципального района, открылся такое долгожданное, всеми ожидаемое реабилитационное отделение». Ранним утром завтрак, затем на процедуры, обязательно дневной сон. Сейчас отделение центра работает в режиме полустационара с 9 до 6. За это время ребята получают четырехразовое питание, проходят занятия в коррекционном классе, посещают массажный кабинет, занимаются с физиотерапевтами, увлекаются занимательными ремеслами, например, плетением и лепкой. Вся необходимая для занятий инфраструктура в наличии, и даже более того, есть и соляная пещера, и сенсорная комната. «Волшебный ручейок, его можно потрогать, под ним можно даже прятать, целиком можно накрыться в нем, вот так, как новогодняя елка». Присоединиться к занятиям могут и сами родители, получить навыки реабилитации и даже психологическую поддержку. Так, одной из особенностей центра стало духовно-нравственное воспитание. «Сегодняшнему современному человеку, ребенку, тем более маме, измученной проблемами своего ребенка, необходимо знание, как сохранять мир в своей душе, как помочь своему ребенку». Чтобы записать своего ребенка на занятия в Центр, родителям необходимо подать заявление в Щелковское управление соцзащиты. Там составят индивидуальную программу получателя социальных услуг, где будут указаны форма и место реабилитации. Затем уже в Центре составляют свой план с индивидуальным подходом каждому ребенку. Длительность такой программы около двух с половиной месяцев. «Мы прописываем наиболее конкретно. Каждый специалист смотрит о необходимости каких мероприятий для индивидуальной программы реабилитации ребенка. Психологи, логопеды, учителя, реабилитологи, врачи, физиотерапевты, педиатры. Мы все составляем единую карту реабилитации на каждого ребенка». Сложно поверить, что еще год назад на месте нового и опрятного здания Центра находилась старая казарма воинской части. Реконструкция была реализована при совместной работе администрации Щелковского района, Медвежье-Озерского поселения и вклады инвесторов в строительной компании «Софрина», организовавшей масштабные ремонтные работы. После завершения ремонта ее представители отдаляться не стали, вошли в попечительский совет Центра. «Мы подписали соглашение о дальнейшем взаимодействии. Я очень благодарна инвесторам, которые вошли в попечительский совет». Сейчас в отделении занимаются 37 ребят и 6 родителей. При пропускной способности в 40 детей и 20 сопровождающих. В Центре с нетерпением ждут новых подопечных. Подчеркивают, что даже при отсутствии возможности прохождения полноценной программы обязательно окажут поддержку. Так, например, родители могут связаться со специалистами по скайпу и получить необходимую консультацию. Александра Гранич, Валерий Жеглей, телерадиокомпания «Щелково».